всем привет будем пробовать летать на двойном аккумуляторе на скайдроиде это значит два самодельных аккумулятора 3s 4 500 емкостью вот вот их поставим параллельно соединим и поставим на дрон один штатное место второй снизу на липучку меняем емкость со штатного 4 200 на ну не на 9 буду ставить на 8 500 запасом поставлю вообще емкость конечно там 9000 миллиампер это точно я проверял даже больше немножко все после этого нужно дрон перезагрузить видим что у нас вот появилась 88 500 сверху емкость делаем калибровку и летим сейчас попробуем уже с таким аккумулятором до упора пока связь не потеряется лететь надел яги поставил здесь низкое качество передачи fp и чтобы подальше связь белым ну и все и полетим вот видим у нас двести триста сорок из расходована миллиампер сверху 30 ампер почти потребление идет достаточно серьезно это спортивный режим с по одновременному подъему но если переключиться в нормал то напряжение расход 12 ампер точно такой же как и на одинарной батарейки может быть чуть чуть побольше иногда до 13 подскакивает то есть вот эти 250 грамм дополнительные веса вообще как бы особо не чувствует ну летим летим напомню что версия с про пультом с дисплеем летал максимум на четыре с половиной ну дальше просто картинка совсем по зависала и только телеметрии работала здесь видим что до картинка рывками дергаются фризы но она есть лететь можно лететь может летим до упора сверху еще видим шкала уровень сигнала так вот по ней можно ориентироваться как направить получше пульт как ни странно что если мы ягами направляем прямо как бы целимся на дрон то связь хуже а если я где чуть ниже опускаем в землю как бы то получше становится связь не знаю как но вот как то вот так получается смотрим дистанцию обалдеть 7700 улетели батарея 70 процентов включая возврат домой самостоятельно уже как бы ну боялся что-то я дальше но увидим что можно спокойно было ну по батарее можно было и на 10 км слетать и здесь смотреть какая еще ситуация не знаю вот включая возврат домой и дрон летит почему-то со скоростью 2 метра в секунду но если например пульт выключить или там отвернуться чтобы дрон словил fail safe то он начинает лететь нормально уже со скоростью там 12 метров в секунду вот здесь опять переключил вручную тумблером на возврат домой не смотрите ведь опять два метра в секунду не знаю что это такое все периодически вот так начинает лететь медленно но потом вот сейчас он сам дальше уже набрал скорость какая-то ерунда то есть нужно или какие варианты или вручную лететь или выключить пульт чтобы дрон словил fail safe потом его включить как бы вот он будет лететь уже нормально если выключить вообще gps альтитюд режим то он вообще разгоняется до до 21 метра в секунду но при этом очень сильно жрет батарея вот смотри сейчас опять включил тумблером возврат домой и видим что скорость возврата не знаю по какой причине два метра в секунду всего проходит несколько минут и он начинает лететь быстрее я там пытался что-то в настройках найти но что-то как-то ничего этом не нашел датчик препятствия в принципе если не пользуется лучше отключить чтобы лишнее не жрал мы вот и пока из настроек вылез и смотрю он уже летит как бы как положено сейчас вернусь и попробую еще немного отлететь километр на полтора посмотрим какой там был запас батареи все слетали на семь с половиной или сколько там было вернулись 30 процентов батареи еще кстати вот на 250 метрах его слышно если улетит а если он зависание или набирает высоту то его почему-то не слышно если мы начинаем спускаться вниз то как бы опять не слышно и видно так что сейчас летим еще на полтора и уже все возвращаемся ну что пролетел я порядка там 19 километров в этом полете если смотрите по батарее выставить не 8 500 емкость а как положено 9 тысяч миллиампер и там уже ближе к нулю процентов до нуля процентов полетать то время полета перевалит там я думаю что за 45 минут сейчас а таймер не ставил но сейчас у меня 38 минут полет составил но как бы есть куда там еще по батарейке полетать все спасибо за просмотр всем пока а и 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